Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы обратимся сейчас ко второй главе «Послание к евреям». В первой главе, как мы с вами уже видели, автор «Послание к евреям» начинает говорить о Христе как о Сыне Божьем и говорит о том, что он стоит в мироздании превыше ангелов. Ему Бог говорит нечто, чего Бог не говорит никому, и поставляет его на совершенно уникальное место. Дальше, во второй главе автор рассуждает следующим образом. Есть ли ангелы, которые служебные духи, которые все, конечно, ниже Сына Божьего, Спасителя мира, да и по отношению к людям служебные духи, но есть ли они дали нам закон, и этот закон твердый, правильный, вот прям закон и соблюдай, да, и если нарушение этого через ангелов данного закона ведет к катастрофическим последствиям, получает праведное воздаяние, то насколько хуже нарушать закон, который дан через Сына Божьего, да, если закон данный через ангелов при нарушении ведет праведное воздаяние, справедливую кару, то закон данный через Мессию, Сына Божьего, который выше, он и должен быть выше по отношению к закону ангелов, к закону Синая, к закону Ветхого Завета. Чуть позже совершенно естественным образом эта же логика приведет автора послания к евреям к сравнению Сына Божьего с Моисеем. Пока же здесь вот речь идет об Сыне Божьем и ангелах, и законе, который передается тем и другим путем. Обратите внимание, что здесь, собственно, то, что мы привыкли называть Новым Заветом, то, о чем мы привыкли читать в Евангелии, названо законом. Названо. Это не значит, что оно является таковым. И христианство, вне всякого сомнения, совершенно не является религией закона. Вот ни разу. Тем не менее, здесь автор послания к евреям может быть ради удобства, а может быть, отражая обычаи современной ему мысли, говорит как о Завете, как о Законе. Хотя на самом деле в Евангелии по большому счету заповеди мы обнаружим ровно две, если считать по пальцам. Это «Любите друг друга, как я возлюбил вас, и сие творите в мое воспоминание». Вот, собственно, и весь закон из двух заповедей. Но здесь для автора важно соотнести Сына Божьего, который выше ангелов, закон, который выше закона данного через ангелов при Моисее, и необходимость соблюдать этот самый новый закон. В логике автора так, что если мы тем законом пренебрегали и получали справедливую кару, то что с нами будет, если мы будем пренебрегать новым законом, тем, что Сын Божий открыл нам, если мы будем пренебрегать этим спасением. Как мы избежим вознераде фаталикам спасения, которое было проповедано Господом? Спасение, таким образом, здесь некоторый путь правды, путь закона, который, конечно, обозначен заповедью о любви друг к другу. И что еще здесь важного добавляет автор этот путь, который определяется раздаянием Духа Святого. Раздаянием Духа Святого. Дух Божий, который дается ученикам Господа Иисуса Христа по воле Бога, ни по каким другим причинам, ни по каким другим правилам и принципам. По воле Бога. Вот этот Дух Божий утверждает нас на пути спасения. И в этом проявляется воля Бога о нашем спасении. Вот таким образом для него, для автора послания к евреям, следствием высокого положения Христа в мироздании, следствием того, что Сын Божий превыше небеса, превыше ангелов, является то, что значит с еще большим трепетом и тщательностью нужно беречь дарованное спасение, беречь дарованное очищение от грехов и следовать по пути Духа Святого в исполнении заповедей. И дальше продолжает ту же самую мысль автора и говорит о том, что вот этот новый мир, будущая вселенная подчинена не ангелам, а подчинена Сыну Человеческому, подчинена Мессии, тому, кого в начале первой главы он назвал Сыном Божьим. И кто сам себя на самом деле в Евангелии называет Сыном Человеческим. И автор говорит, что вот ему Бог покорил все, ничего не оставил непокоренного ему. Все принадлежит царству Сына Божьего. тоже на полсекунды надо здесь приткнуться и обратить внимание на то, что речь идет далеко не только о народе Божьем, далеко не только об Израиле, но и о вообще всем мире. Здесь и теперь как раз вот мы видим переход от низкой христологии, привычного представления, что Иисус Мессия Израиля, к тому, что Иисус Сын Божий и значит Он Спаситель не только Израиля, как Его Мессия, но Спаситель всего мира, Тот, кто приводит весь мир и все человечество в будущую Вселенную. И дальше автор послания к евреям говорит, сейчас это еще не так, сейчас еще мы не видим, чтобы все было ему покорено и действительно есть и свобода людей, и злая воля людей, и силы хаоса и зла, которые действуют в мире, все это так, ныне еще не видим, чтобы все было ему покорено, но говорит он, ну мы видим, что тем не менее, вот эта слава всевластия, честь Сына Божьего даны Иисусу Христу, даны Иисусу Христу, вот появляется собственно имя исповедания автора, он говорит, что все то, что выше было сказано о Сыне Божьем, который есть Тора, который есть Премудрость, который есть Слово Бога, который формирует мир, который спасает Израиля, который дает Духа Святого, который выше ангелов, чей закон ни в коем случае нельзя нарушить, это Иисус, это Иисус, вот видите, только в середине второй главы мы в полной мере, так сказать, сталкиваемся с тем, как видит мир и спасение, автор послание к евреям, и он говорит, что Иисус выше ангелов, и в оригинале и в переводе, в общем, довольно тяжеловесное, по сути сказать, выражение, который немного был унижен перед ангелами, на слух вообще не воспринимается, а и глазами, когда читаешь, тоже не очень понятно, на самом деле, ну, правильнее было бы сказать, что не был вовсе никак не был унижен перед ангелами, но наоборот, возвышен. Бог поставил Иисуса выше ангелов, и дальше в чем, собственно, вот эта высота, в чем это величие, видится автор послания к евреям, и он говорит о смерти Иисуса. За претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, чтобы ему по благодати Божьей умереть за всех. Таким образом, вот здесь действительно есть сближение, или хотите, если сходство взглядов автора посланника евреям и апостола Павла. Павел, да, действительно говорит, там, я положил прийти к вам не знающим ничего, кроме Христа, притом распятого. Крестом там, Иисуса для меня мир распят. И еще можно найти несколько прямых высказываний Павла, которые говорят о том, что именно в смерти Иисуса на кресте, в его смерти и страдании открывается людям вся полнота Бога человечества Христа. Вот автор послания к евреям тоже так думает, хотя формулирует это совершенно не так, как это делает Павел. И дальше он говорит о том, что для этого было необходимо, чтобы этот Сын Божий стал человеком, надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, которые есть таким образом, альфа и омега, источник и цель мироздания, приводящий многих сынов в славу, совершил то, что он совершил через страдания. Казалось бы, насколько вообще неуместно для Сына Божьего, для того, кто вот такое место в мироздании занимает превыше небес и ангелов, казалось бы, как невозможно для него страдание. Автор послания к евреям говорит, ну, он же должен был нас спасти, а мы во плоти, а мы подвластны смерти, а мы слабые и немощные, и поэтому для того, чтобы нас спасти от смерти, необходимо было ему принять вот эту ограниченность, эту плоть и кровь. И дальше он говорит, что, ну, поскольку эти дети Божьи, то есть, мы с вами причастны плоти и крови, он тоже их принял, чтобы своей смертью победить дьявола, потому что он принимает в спасение именно людей, потомков Авраама. Вот он сам познал на себе, на своем опыте, что такое эта немощь, сам искушен быв, может искушаем помочь. Таким образом, для автора послания к евреям воплощение Сына Божьего в Иисусе Христе это точно так же, как и страдания Иисуса Христа, как его крестная смерть, это путь преодоления нашей беспомощности, путь преодоления нашего страдания, путь победы, в которой необходимо было Сыну Божьему быть вместе с нами. Аминь, что у 辛е, Продолжение следует...